Порядка шести километров новых сетей водоснабжения и почти столько же километров сетей водоотведения. Капитально отремонтированное здание местной школы и сельского дома культуры, которое, согласно проекту благоустройства Светлодольска, превратится в многофункциональный культурный центр села, а также строительство жилого фонда, таков перечень основных преобразований, ожидающих сельское поселение в скором будущем. Согласно пояснениям главы муниципалитета, посетившего каждый из строящихся объектов, сейчас все работы идут в хорошем темпе, согласно графику. Все идет в графике, сегодня посетили мы все объекты, это школа, многофункциональная ДК, потому что там в нем расположена и библиотека, и детская библиотека, и будет и зал, и спортивный зал. Везде мы видим, проблем никаких нет, отставания нет на сегодняшний момент, что было, нагнали, можно так сказать. Нет никаких сомнений в том, что вовремя и в срок подрядчики все завершат, все работы. Особое внимание было уделено строительству коммунальных сетей, которые идут по двум направлениям. Обновление и модернизация уже существующих, но обветшавших сетей, которое должно завершиться в сентябре этого года, и обеспечение инженерной инфраструктуры перспективной площадки, где предусмотрено формирование порядка 200 земельных участков. Как сообщили специалисты районного управления заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства, здесь планируется построить 20 200 квадратных метров жилого фонда. Планируемая дата ввода нового жилья в эксплуатацию – второе полугодие 2021 года. Две крупные программы реализуются. Первая – это внутрипоселковые сети, сети водоснабжения, водоотведения, которые уже старые, и приводятся они в порядок. Это благодаря программе «Современный облик сельских территорий». И второй объект – это комплексное развитие сельских территорий. Это перспективная площадка, застройка, где на площади более 30 гектаров. Будет также практически идентично, как у нас в Суходоле, в Сургуте, в Сергейске. Такие площадки были реализованы. Вот первый этап приступает у нас в этом году в Моисветлодольске. Там будут тоже у нас земельные участки, которые также будут постепенно осваиваться. А вот местные жители, проживающие в старом предназначенном под снос жилье, совсем скоро будут праздновать новоселье. На въезде в Светлодольск в рамках госпрограммы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилфонда» уже построены многоквартирные дома, где сейчас идут отделочные работы. Все мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется завершить до конца текущего года. Сроки хотя бы были сжатые, но мне хочется сказать спасибо нашим подрядчикам, которые грамотно подошли и вовремя, можно сказать, мы сейчас подходим к финишной прямой, когда уже в чистовой отделке будет сдача этих объектов и потом переселение. Подводя итоги проверки, глава района напомнил, что реализация преобразований, которые позволят улучшить качество жизни в одном из самых крупных поселений муниципалитета, стало возможной благодаря победе проекта, разработанного специалистами администрации в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий на федеральном уровне». Он отметил также, что свою лепту в это достижение внесли и местные жители. Их предложения в плане благоустройства поселения были учтены при разработке проекта. Та стратегия, которая была нами намечена и разработана при большом участии жителей и многих специалистов, она сейчас превращается в жизнь. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».